Они не знают, что делать с народами России. Русский народ легко подчинить и уничтожить. Русский народ в его сознание коллективное инсталлировали эту связь с государством. И значит, просто государство как бы меняется, и русский народ, ой, и тоже меняется. А в сознание чеченцев, татар, других не инсталлировали ничего такого. Они только на себя полагаются. И, наверное, на Аллаха, понимаешь? Они не связывают себя с государством. Они воспринимают государство как некий грозовой фронт, который просто вот существует. Ну, иногда от него там солнце светит, а иногда град, понимаешь, там ли, такое с воробьиное яйцо летит. В прямом опереносе смысле, как на Чечню град летел. Понимаешь? Это явление природы. Но чеченский народ живет в этом явлении природы. Изменится государство, чеченский народ все равно будет жить. Чеченский народ один из древнейших народов на территории нашей страны. Чеченцы на основании чеченского языка академик Петровский, старший, ученик Мара, расшифровал Урарту. Урарту к армянам не имеет никакого отношения, как ты понимаешь. На основании чеченского и ингушского языка. А Урарту имеет отношение уже к шумерам. Это научная, это не конспирология. Поэтому, что им, какие-то там империи, которым 200 лет или 300 лет. Поверь, во времена Ермолова или во времена Борятинского было гораздо круче. Когда их истребляли и уничтожали. Или во времена Шаманова. Поэтому, ну, было так. Или когда Сталин их взял, в Казахстан всех согнал. Сознание людей этих по-другому существует. Вы пытаетесь их описать с точки зрения русского интеллигента. Это абсолютно бессмысленные, бессерспективные действия. Надо понять. Они воспринимают империю как фактор угрозы. И они себя воспринимают как проходящие сквозь время.